всем добрый вечер пожалуйста поставьте в чат плюсики как меня слышно если меня слышно если все в порядке пожалуйста поставьте в чат плюсики вот если кто не знает чат у нас находится слева вот под моим видео так таня плюс так 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 пока больше никого не вижу как у нас все остальные смотрю что в чате чате 22 человека видимо интернет чуть-чуть запаздывает так елена галина отлично мы смотрю столько сегодня у нас какой-то чат просто очень 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 много национальный то есть я вижу что тут люди присутствуют не только из россии но из каких-то стран которые я вообще не знаю вот я германию опознала так а больше больше я наверно никого не опознаю то есть тут у нас интересно так значит смотрите по организационным моментам несколько слов скажу ну во первых вебинар будет не очень длинный но приблизительно где-то час может быть чуть чуть побольше ближе к концу я буду рассказывать про свой новый проект ну вернее про свой старый проект про школу роботерапии онлайн а про то что я сейчас делаю новый запуск вот ну и собственно говоря до этого до этого у нас будет наша обязательная часть это рецепты для диффузора и аромалампы вот так что садитесь поудобнее устраивайтесь и приготовьте записывать информации будет достаточно много так значит о чем мы будем с вами сегодня говорить вот ну во первых я расскажу про то какие аромалампы бывают про то как выбрать аромалампу которая будет как можно лучше до отвечать своим целям лучше распылять эфирные масла лучше их испарять затем я расскажу о том что предпочесть аромалампу или диффузор свои плюсы свои минусы у этих двух предметов да потом потом поговорим про рецепты для каждой комнаты для каждого помещения рецепты от простуды будут рецепт для укрепления иммунитета будут рецепт для хорошего эмоционального состояния в доме вот ну и конечно много еще всяких рецептов которые вы захотите если что-то у меня спрашиваете да если о чем-то я не рассказала вот пожалуйста пишите в чат что вам интересно будем вместе придумывать рецепты если вам если вам вас что-то беспокоит да если вас что-то волнует и вы надеетесь свою проблему решить с помощью аромалампы и диффузора значит смотрите ну как бы не знаю если у нас тут новенькие или нет а если у нас тут есть новенькие кто на мои вебинар никогда не ходил пожалуйста поставьте в чат единички чтобы я знала что у нас тут присутствуют новички кто еще меня не знает вот тогда я буду представляться если все меня уже знают то тогда я этот момент пропущу так таням первый первый раз у нас станет елена кто у нас тут кто у нас тут еще новенький так кто у нас тут еще новенький больше новеньких наверное нет все остальные же меня знают и на вебинарах были но в двух словах да скажу что я роман терапевт у меня два высших образования а я занимаюсь этим достаточно давно уже около 10 лет вот то есть опыт в использовании эфирных масел и у меня моих учеников уже достаточно большой веду курсы семинары вебинары различные по ароматерапии на различные темы вот если короткого то это обо мне значит сейчас я наверное выключусь вот чтобы вы видели скорее не меня а презентацию больше вот и поговорим о выборе аромалампы значит я вас попрошу посмотреть на вот эти вот картиночки дам вот и ну собственно говоря тут совершенно три разные аромалампы дам представлены значит какую из них предпочесть какая из них является наиболее правильный да которая какая из них будет лучше испарять эфирные масла значит верхняя лампа до кошечка такая вот она высокая вот это такую аромалампу я бы покупать не стала почему потому что смотрите во первых вы вниз положите свечку да представляете то есть расстояние между свечкой и вот этой поверхностью да куда вы наливаете воду и капаете масла она достаточно большое то есть пламя свечи скорее всего доставать не будет поэтому масло будет испаряться очень слабо так теперь посмотрим на ту лампу которая у нас слева значит все бы ничего да тут расстояние между свечкой и чашкой она не такое большое как в первом случае вот но тем не менее чашка очень маленькая но тут есть плюс да чашка снимается ее можно помыть вот но поскольку чашка маленькая то опять таки испарение будет очень очень медленным вот и поэтому старайтесь выбирать всегда вам лампу с большой чашкой то есть смотрите чтобы чашка была размером с небольшой блюдце да то есть если чашка достаточно большая вот соответственно испарение будет ровно испарение будет такое достаточно сильное и чем чем соответственно больше испарение тем лучше да тем быстрее мы достигнем нужного эффекта вот и расстояние между чашкой и свечкой не должно превышать 10 сантиметров иначе пламя свечки она просто не достанет так вот но на самом деле да если говорить о аромалампах и диффузорах ну сейчас я расскажу да какие преимущества есть у аромалампы какие преимущества есть у диффузора вот вы можете на самом деле написать в чат что вам больше нравится вот лампа или диффузор если вам больше нравится лампа вы можете написать чат букву l если вам больше нравится диффузор вот вы можете написать чат букву d чтобы я понимала вот кто чем пользуется потому что на На самом деле в России больше популярностью скорее пользуются аромалампы. То есть диффузоры у нас как-то не очень приняты, они только-только начинают входить в обиход. А аромалампы уже достаточно давно появились. Наверное, они даже у нас всегда были. И как-то народ о них больше знает. Так, кто чем пользуется? Так, смотрим Людмила диффузор, Таня лампа. Так, все остальные у нас чем пользуются? Все остальные пока еще ничем не пользуются. Ну, смотрите, я думаю, что после этого вебинара вы сделаете свой выбор в пользу либо другого, либо будете пользоваться и тем, и другим. Так, кто у нас? Что у нас, Людмила? Так, Елена лампа, Галина, Шкоростана лампа, Мила диффузор. Так, 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 так. А нет, Елена у нас лампа получается. То есть в основном, ну да, лампы, они как-то вот более распространены. Так, Лана будет с лампой. Вот, то есть лампа, лампа у нас преобладает. Вот на самом деле я когда-то начинала тоже заниматься эфирными маслами, у меня были лампы, у меня в каждой комнате стояло пором лампе. Вот, но постепенно, со временем я оценила преимущества и диффузора, потому что, ну, бывают случаи, да, когда удобнее использовать именно его. Значит, теперь, что касается диффузора, да, вот здесь вот у меня на картинке диффузоры от Дотерра, да, американские, вот, потому что я маслами пользуюсь Дотерра, и, соответственно, диффузоры у меня от Дотерра тоже. Вот, диффузоры бывают самые разные. Бывают такие достаточно высокие, большие, вот как слева, да, диффузор Лотос. Кругленькие бывают такие маленькие, компактные, да, которые буквально помещаются на ладони. Вот, а есть диффузор без воды, как внизу, вот этот диффузор Aroma Ice, да, то есть туда вставляется просто бутылочка с эфирным маслом, нажимается кнопочка, эфирное масло идет, вот, так, спыление в воздух, и при этом воду не нужно. Вот, на самом деле, сейчас появились какие-то флешки даже, да, которые можно подсоединить к компьютеру, будет приятный аромат. Но флешки, флешки у меня еще не было, на самом деле, вот, хочу купить флешку, попробовать. Вот, ну, диффузор достаточно удобно, да, в определенных случаях. Хотя и от аромалампы я отказываться тоже, как бы, не хочу, я их иногда использую. Вот, хотя, ну, как я уже сказала, и у лампы, и у диффузора, да, есть свои противники, есть свои сторонники. Вот, противники лампы, да, считают, что от нагрева выше 40 градусов эфирные масла начинают разрушаться. Ну, скорее всего, да, это действительно так, то есть какая-то часть масла, она действительно разрушается. Вот, из-за того, что вода, особенно если лампа неправильная, особенно если нагрев очень большой, свечка находится очень низко, вода начинает кипеть, соответственно, вот, часть масла у нас разрушается под действием температуры. Вот, но, тем не менее, лампы, чем приятно, да, аромалампа? Во-первых, это живой огонь, да, который обладает сам по себе очищающим действием. Он создает ощущение какого-то тепла, уюта. Вот, но специалисты по фэн-шу считают, что в аромалампе соединяются все четыре стихии, да, то есть она как бы гармонизирует пространство, потому что у нас, ну, как бы, земля, да, керамика, из которой сделана лампа, вот, свеча – это огонь, и, соответственно, эфир, да, воздух – это, собственно, наше эфирное масло, и плюс вода, потому что в аромалампу мы наливаем воду. Теперь, какие преимущества есть у диффузора, да, по сравнению с аромалампой? Ну, как я уже сказала, да, в некоторых диффузорах воды не нужно, то есть масло капается непосредственно в диффузор, вот, либо пузырек с маслом вставляется в диффузор. Вот, но считается, что расход масла здесь меньше из-за того, что масло не разрушается под действием температуры. Вот, но, но нужно помнить, что все диффузоры у нас работают на ультразвуке, то есть, соответственно, под действием ультразвука, да, вот, маслам это тоже не очень полезно. То есть, скажем так, и лампы, и диффузоры, они не являются прям, прям вот очень щадящими, да, для масел. То есть и в том, и в другом случае какая-то часть эфирного масла будет разрушаться. В одном случае под действием ультразвука, в другом случае под действием температуры. Масло не нагревается, да, так как испарение идет за счет ультразвука, ну, понятно, да. Мыть диффузор не надо, в отличие от рома-лампы, вот, потому что если лампу использовать, на ней образуются такие наслоения со временем, диффузор просто изнутри протирается спиртом, и, соответственно, ну, больше ничего ему не надо. Что еще? Полезно для кожи, да, диффузор, то есть если вы его поставите около своего рабочего места, соответственно, он будет испаряться, воздух рядом с вами, воздух в комнате будет насыщаться частичками воды. Ну, вот, я заметила для себя, что кожа как бы становится более увлажненной, если рядом с вами на вашем рабочем месте стоит диффузор. Так, диффузор работает без огня, и это идеальный вариант для детской комнаты и для офиса, то есть вы можете включить диффузор в розетку, уйти, заснуть, и при этом совершенно не бояться, что что-то у вас случится. То есть в диффузоре у вас просто кончится вода, и он у вас просто автоматически отключится. Вот, что нельзя сказать про рома-лампу, конечно, за ней нужно обязательно следить. Так, вот, ну вот я вам рассказала, да, преимущества и недостатки каждого вида, да, арома-лампы и диффузора, собственно, вам решать, что вам больше подойдет, что вам больше нравится, я использую и то, и то, как я уже сказала. Значит, теперь поговорим об диффузоре и арома-лампе, собственно говоря, как о методе ароматерапии. Этот метод, он находится где-то посередине между горячими и холодными ингаляциями. То есть если, ну, как бы, брать классику, горячая ингаляция у нас – это баня, вот это испарение масел с водяным паром, да, то есть когда мы дышим над горячим водяным паром, это у нас горячая ингаляция. Если мы дышим просто из плакона, с носового платка, с ладоней, это холодные ингаляции. Диффузор и лампа, они находятся где-то посерединке, да, между горячими и холодными, то есть их нельзя отнести либо туда, либо туда, это какой-то вот такой вот пограничный промежуточный метод получается. Значит, в каких случаях оправданно использовать диффузор или ромалампу? Ну, скажу сразу, что не во всех случаях, то есть есть, допустим, какие-то заболевания, состояния, когда лучше использовать другие методы ароматерапии, да. Вот, ромалампа, ну, запомните для себя, что в основном это все, что у нас касается эмоций, да, нашего настроения, нашего эмоционального состояния, нашего тонуса, нашей энергии. Вот все, что связано с психикой, да, здесь ромалампа и диффузор будет хорошим выбором. Также дыхательная система, да, потому что мы активно дышим, когда мы используем ромалампу, соответственно, профилактика лечения простуды, насморк, ну, кашель в меньшей степени, но в принципе тоже, когда у нас болит горло, когда у нас заложен нос, когда у нас там гейморит, когда мы хотим, допустим, если у нас болеет один член семьи, мы хотим защитить всех остальных членов семьи от инфекции, и, соответственно, мы тогда сжигаем ромалампу или диффузор. Что еще? Атмосфера в доме, да, допустим, там пришли к нам гости, мы хотим сделать так, чтобы людям было у нас приятно, чтобы людям было комфортно находиться в одном доме с нами, вот, чтобы всем было хорошо, создаем атмосферу в доме. Следующее – это дезинфекция, это устранение неприятных запахов в помещении, допустим, кто-то курил, да, вот, или пользовались там какими-то растворителями, и вот в этом случае, да, очень оправданно использовать лампу или диффузор. Так, следующее, последнее – это улучшение сна. Все, что касается сна, очень хорошо перед сном использовать диффузор и лампу. Я потом дам вам рецепты чуть подальше, именно для того, чтобы улучшить сон именно этим способом. Так, теперь несколько правил, да, приема использования ромалампы. Значит, первое правило – помещение обязательно должно быть проветренным. То есть прежде чем включать диффузор либо лампу, как следует, нужно все проветрить, да. Вот вы все проветрили, помещение продули как следует, после этого можно включать. Включаем лампу либо диффузор обычно на один час, то есть такое стандартное время для работы – это один час. Если у вас помещение большое, что делать в этом случае? Если помещение больше, чем 20 квадратных метров, то одной ромалампы или одного диффузора вам не хватит. Допустим, там вы ведете какое-то занятие, вы читаете лекцию, у вас большая комната. В этом случае я рекомендую в противоположных углах комнаты поставить либо две лампы, либо два диффузора. Если у вас комната маленькая, то есть где-то там 15-20 метров – это максимум, вам хватит одного диффузора и одной лампы. Значит, больше часа, ну, как бы оставлять смысла нет, потому что в этом случае нужно либо доливать воду, докапывать нужные масла, либо, соответственно, все это выключать. Ну, обычно где-то часа бывает достаточно для того, чтобы получить нужный психоэмоциональный эффект. Если, допустим, у вас дома больной человек, то я в этом случае практически, у меня диффузором может работать и несколько часов. Так, теперь мы, наверное, с вами перейдем уже к рецептам непосредственно. Так, давайте вначале поговорим. Так, сейчас я, наверное, включу камеру, чтобы я могла достать масла, чтобы вы их видели. Если я что-то забыла, если вдруг у вас будут какие-то пожелания, чтобы я доставала, составляла при вас, для вас нужные композиции. Вот мои масла. Сейчас я покажу, похвастаюсь. Вот, на самом деле, это далеко не все мои масла. Я принесла, скажем так, основной набор, с которым я работаю чаще всего. Вот, вообще, у меня их больше. И давайте поговорим о том, в какой комнате, да, в каком помещении, какие масла лучше использовать. Значит, первое помещение – это прихожая. Что такое прихожая? Мы приходим откуда-то, да, и, как правило, у нас на одежде, там, на руках, на волосах могут быть какие-то бактерии, могут быть микробы, соответственно, чтобы нам не заразить своих близких. Вот, в прихожей очень хорошо включать лампу либо диффузор с чем-то таким достаточно сильным, активным, антибактериальным. Так, что это у нас может быть? Это у нас может быть масло корицы, да. Вот, ну, корицу я ее не использую, как правило, в моноварианте. Я ее обычно с чем-то комбинирую. Ну, во-первых, масло достаточно дорогое – это раз. Вот, во-вторых, все-таки она лучше работает в смеси. Можно использовать корицу, например, вместе с апельсином. Можно использовать корицу вместе с лимоном. Так, можно использовать с грейпфрутом, так что у меня тут еще и с цитрусовых есть. В общем, в сочетании с какими-то такими вот маслами. Значит, что еще у нас может быть? Вместо корицы можно взять черный перец. Если у вас есть черный перец, тоже очень сильное антибактериальное масло, тоже очень хорошо в прихожей использовать. Либо вы можете взять какое-то хвойное масло, например, пихту или кедр. Эвкалипт еще мне очень нравится тоже в прихожей использовать. Так, смесь от Дутера Чистота, смесь от Дутера Ангард можно использовать. Вот Ангард – вообще мощнейшая антибактериальная смесь. Рекомендую взять ее на вооружение. Что в нее входит? В нее входит масло апельсина, масло розмарина, масло корицы. И все время забываю, какое четвертое масло. По-моему, масло эвкалипта. Вот, если нанести такую смесь, допустим, ребенку на ладони, когда ребенок играет у вас в песочнице, вот, то на 12 часов руки ребенка будут защищены от бактерий. Вот, как раз сегодня я общалась с девушкой, которая рассказывала, что у нее в стране очень популярны вот эти вот все антибактериальные гели для рук с глицерином, вот, и в которые добавлены какие-то химические компоненты для того, чтобы можно было спокойно брать за какие-то дверные ручки, да, в супермаркетах, в магазинах, брать какие-то тележки, да, чтобы вы все могли трогать в общественных местах, не бояться. Вот эти вот наносят санитарные гели. Вот, но я считаю, что вместо вот этих санитарных гелей, да, гораздо лучше использовать натуральные эфирные масла. Наталья так мне подсказывает, гвоздика еще, да, спасибо, наверное, да, не эвкалипта, а гвоздика. Вот, гвоздика, кстати, очень тоже сильный антисептик, тоже очень хорошо для прихожей, очень хорошо использовать, если в доме есть больной человек. Так, это прихожая, да. Значит, следующая у нас зона в нашем доме – это гостиная. Ну, как правило, да, гостиная, что здесь у нас, какая у нас здесь цель? Как правило, у нас здесь цель создать какое-то благоприятное эмоциональное состояние, создать приятный эмоциональный фон. Значит, что у нас располагает к общению? Какие у нас масла вообще позволяют нам как-то раскрепоститься? Ну, прежде всего, это цитрусовые, все цитрусовые масла. Вот, ну, апельсин, как правило, нравится всем, да, людям. Грейпфрут, это может быть мандарин, это может быть танжерин, все что угодно, то есть любое цитрусовое масло. Можно к цитрусовым добавлять, опять-таки, чуть-чуть специи, вот тогда будет создаваться ощущение, что у вас такой гостеприимный дом, что у вас вкусно, что у вас пахнет выпечкой. Это, ну, это если пришли гости. Если, допустим, усталые члены семьи, там, пришли вечером, то тогда можно создать, наоборот, какую-то смесь антистрессовую. Значит, что у нас может быть против стресса, да? Вот, ну, против стресса, допустим, ну, классический вариант – это пихта плюс лимон, да, к примеру. Что еще может быть? Лайм, например, плюс кедр. Ну, вот такие вот смеси, да, как правило, мужчинам очень нравятся, можно использовать в гостиной вечером, да, для того, чтобы снять усталость у всех членов семьи. Так, Светлана, Светлана спрашивает, можно ли пересмотреть записи. Знаете, Светлана, запись у меня включена, то есть, как бы, вебинар пишется, единственное, я ничего не могу гарантировать, потому что, ну, всякое бывает, бывают всякие сбои, поэтому я всех предупреждаю, что лучше вебинар приходить. У меня бывало такое, что полвебинара не сохранилось, и всякое случается. Вот, ну, надеюсь, что запись у нас будет, вроде как никаких сбоев пока не было. Так, спальня. Ну, про спальню я еще поговорю. Ну, чаще всего, да, это какие-то нам нужны масла для сна, да, для того, чтобы лучше крепче спать. Ну, вот я написала иланг-аланг, лаванда, смесь спокойствия или сиренити от Дутерчилла у нас в сиренити, в сиренити у нас входит лаванда, в сиренити у нас входит майоран, римская ромашка, иланг-иланг, сандал, ваниль, да, то есть такая достаточно сладкая смесь. Вот, на самом деле, очень-очень хорошо для сна. Вот, если человек не может заснуть, какие-то здесь проблемы, включаем аромалампу, включаем аромодиффузор, 5-7 капелек за час до сна, вот с этой вот смесью, очень хорошо. Если вдруг у вас случилось так, да, что нет времени, там, за час включить диффузор либо лампу, поступаем следующим образом. Наносим что-то из расслабляющих масел, что у вас есть, на стопы. Можно на базисном масле, можно в чистом виде, делаем легкий массаж. А также можно капнуть на уголочек подушки. Так, это по спальне. Спальня в том смысле, что смеси и масла для двоих, про это я еще чуть-чуть подальше расскажу. Так, кухня. Что у нас должно быть на кухне? Вот, ну, на кухне хорошо иметь какие-то масла, которые, е, у нас будут против травм работать, да, то есть ожоги, порезы всякие бывают на кухне. Вот, и также для протирки кухонных поверхностей, да, в антисептических целях. Вот, для лампы, что это может быть для лампы? Ну, как правило, какие-то тоже расслабляющие масла, масла для хорошего настроения, то есть, ну, чтобы готовить на подъеме, чтобы было вдохновение. Так, детская комната. Значит, по детской комнате. Во-первых, смотрим, какого возраста у нас ребенок, какого пола ребенок. Если у кого-то есть дети, в принципе, вы можете написать в чат, какого возраста у вас дети, кто у вас мальчики, девочки. Вот, и я могу подсказать примерно, какие композиции для лампы вы здесь можете сделать, потому что тут, ну, все достаточно индивидуально. У всех разные проблемы с детьми, все детки разные, там кто-то не спит, кому-то сложно сосредоточиться во время учебы, вот, у кого-то синдром нехватки внимания, то есть у всех проблемы разные. Вот, я тут, так сказать, достаточно в общем написала, что лаванда, сандалы, ланг у нас для сна, апельсин детям для хорошего настроения, для бодрости. Вот, мята, розмарин помогут ребенку делать уроки и легче усваивать информацию. Ну, это все так достаточно в общем, да, то есть здесь можно варьировать в зависимости от того, кто у вас мальчик, девочка, возраст. Смотрите уже. Так, Ольга спрашивает, как можно избавиться от плохого настроения? Значит, Ольга, смотрите, ну, если вы дома одна, да, то просто вам нужно подобрать то масло для себя, которое будет у вас вызывать какие-то положительные эмоции, то есть которое будет ассоциироваться у вас с чем-то приятным, да. У кого-то это может быть мята, у кого-то это может быть лаванда, там у кого-то может быть какие-то сладкие масла, вот, то есть просто выберите то масло, которое вам сейчас очень-очень хочется, которое вам приятно, и с этим маслом включайте аромалампу, включайте диффузор. Вот, если вы дома одна, если у вас дома, кроме вас, есть кто-то еще, совершенно не факт, что им тоже понравится выбранное вами масло. В этом случае я рекомендую тогда вот тот вариант, который для гостиной, то есть цитрусовые масла, плюс чуть-чуть корицы, то есть это будет такая достаточно бодрящая, тонизирующая смесь, и в то же время она не будет навязчивой, но будет создавать ощущение уюта. Вот, ну, на самом деле все индивидуально, то есть как бы лучше пройти ароматестирование, да, вот лучше по методике аромакод посмотреть, какие масла вам сейчас нужны, и уже подбирать индивидуально, потому что, ну, в общем, в общем можно давать какие-то советы, но вполне возможно, что у вас будут вызывать положительные эмоции, вовсе не те масла, что я сказала, а какие-то другие. Так, Людмила спрашивает, с какого возраста можно применять эфирные масла детям? Значит, смотрите, это все зависит от вашего производителя эфирных масел. То есть производитель должен писать, по идее, в инструкции, писать на упаковке, с какого возраста можно использовать конкретно именно эти масла. Вот те масла, которые я вам показывала, да, вот мои масла Дутера, сейчас я достала Фенхель, вот у меня как раз недавно была клиентка, которая купила масло Фенхеля и использует его для усиления лактации. Вот, то есть у нее практически новорожденный ребенок. Людмила Дутеровские масла используют в Америке, акушерки используют практически с рождения. То есть у них есть такая практика, да, допустим, что родился ребенок, вот тут же на него для расслабления, для того, чтобы убрать вот эти последствия, да, родовой весь стресс, наносит масло ладана на ребенка, наносит масло лаванды, то есть вот как он родился, сразу уже на него наносят эфирные масла. Вот, ну классика, да, по классике ароматерапии, да, если говорить о классике, то начиная с одного месяца, как правило, уже можно деткам использовать эфирные масла. Естественно, не все это такие масла, как лаванда, чайное дерево, фенхель, ромашка, да, то есть, ну, такой достаточно небольшой наборчик. Так, и последнее, последнее, о чем я не сказала, это кабинет, да, но по рабочему месту, по рабочему кабинету, как создавать такую атмосферу, чтобы вам захотелось работать, вот, поэтому я более подробно еще расскажу, да. Вот, ну, классика, да, это лимон, это мята, это лимонграсс, да, то есть холодные цитрусовые, плюс к ним можно добавлять хвою, к ним можно добавлять мяту, то к ним можно добавлять розмарин. Вот, ну, еще более подробно я расскажу. Так, Евгения спрашивает, из каких масел смесь для бодрости, если днем хочется спать? Значит, для бодрости у нас розмарин, для бодрости у нас мята, для бодрости у нас любые цитрусовые подойдут, лимон, грейпфрут, апельсин, ну, апельсин, хотя апельсин такой, он не совсем, лучше все-таки лимон, лимонграсс, вот холодные цитрусы, лайм тоже подойдет, вот. Если есть левзея, можете использовать левзею, да, то есть цитрусы, плюс какая-то, ну, мне нравится к цитрусам добавлять холодные масла, меня это тонизирует, да, типа там мяты, вообще мяту очень люблю, достаточно много ее использую, базилик можно добавить, розмарин можно добавить, мускатный шалфей можно добавить, ну, вот такие вот композиции будут активнее достаточно. Так, для рабочего кабинета, значит, у кого тетрадочки с собой, у кого ручки, вы можете переписать себе понравившиеся рецепты, вот, я сейчас вам их озвучу, да, какой рецепт имеет какую специфику. Значит, первый рецепт капли гвоздики, две капли бергамота, две капли майорана, три капли лимона. Очень активная смесь такая, она больше для мужчины, да, потому что бергамот у нас мужское масло, и гвоздика, плюс еще будет какой-то антибактериальный эффект, то есть можно использовать в помещении, да, если вокруг коллеги болеют, да, допустим. Так, вторая смесь, четыре капли лимона, две капли розмарина, ну, это классика лимон с розмарином, еще известно с Древнего Рима, да, что эти масла активировали умственную активность. Так, капли гвоздики, капли бергамота, капли майорана, капли пихта, капли лимона. Ну, практически похожая смесь на первую, да, но поскольку мы еще добавили пихту, сочетание цитрусовых и хвои будет давать нам антистрессовый эффект. Так, лимон, розмарин, что-то у нас повторяется, у нас в этом случае три лимона, три розмарина, в том случае у нас было больше лимона, меньше розмарина. Вот, ну, тут дело вкуса, да, вот эта вот смесь, она больше подходит гипотоникам, да, то есть тем, у кого давление пониженное. То есть чем больше розмарина, тем, соответственно, больше будет повышать давление данная смесь. Так, три капли гвоздики, сразу говорю, сильный антисептик будет смесь, три капли розмарина, две капли лимона. То есть повышает давление, плюс антисептик, плюс бодрит и активирует память и внимание лимон. Две базилика, две гриппфрута, один кипарис. Значит, смотрите, базилик у нас будет, ну, скажем так, по эзотерике, да, это такое масло, привлекающее удачу в рабочих делах. Грейпфрут будет бодрить, будет тонизировать. Вот, и одна капелька кипариса от стресса. Две гриппфрута, две имбиря. Очень активная смесь, будет нацеливать на какие-то рабочие свершения, на подвиги, на карьерный рост. Три бергамота, два розмарина, это смесь для мужчины, скорее, для улучшения внимания. Два лимона, два мяты, одна лаванда. Эта смесь такая, ну, немножко будет даже успокаивать. Смесь для людей, которые на рабочем месте устали. Так, вот такие у нас смеси для рабочего кабинета. Так, при бессоннице теперь. Значит, при бессоннице что мы можем использовать? Две капли сандала, две капли ланг-ланга, одна капля ладана. Эта смесь пригодится и для мужчины, и для женщины. То есть, она такая вот унисекс получается. Так, три милиса, три лаванды, три ланг-ланга. Это смесь для женщины, для мужчины, скорее всего, она будет слишком сладкой и слишком приторной. Так, четыре ромашки, четыре лаванды. Тут большая, достаточно дозировка, то есть, это будет на большое помещение. смесь подойдет для детей. Вот, подойдет для детей, подойдет для взрослых, причем подойдет даже, ну, если у вас качественные масла, подойдет даже для маленького ребенка. Вот, естественно, если ребенок маленький, то дозировку лучше снизить, хотя бы раза в два. Так, четыре лаванды, две герани, хорошая будет смесь для женщины после 45 лет. Так, шесть капель лаванды, ну, в принципе, это всем она универсальная. Три лаванды, три ланг, ланг больше для женщины, может быть, даже для женщины тоже уже не молоденькой. Вот, если сюда же добавить еще, допустим, если вы возьмете две лаванды, две ланга и возьмете еще две мандарина, то смесь подойдет для ребенка. Вот, и пять капель фенхеля, это смесь тоже универсальная. Так, хорошее настроение теперь. Так, какие запахи лучше использовать в кабинете врача-невролога? Ольга, я бы взяла что-то противострессовое, я думаю, потому что, ну, как бы для большинства людей посещение врача такое вероприятие, чтобы снять вот этот вот стресс, да, я бы взяла что-то цитрусовое плюс что-то хвойное, я думаю, что это будет универсально. Там, например, лайм плюс пихта, лимон плюс можжевельник, вот какую-то вот такую смесь, я думаю, что это будет хорошо. Вот, самое главное, чтобы вам самой нравилась эта смесь, потому что, ну, как бы, пациент зашел и вышел, а вам в этой смеси находиться целый день, вот поэтому подберите такую, чтобы нравилось именно вам. Одно цитрусовое масло, одно хвойное масло. Вот, в пропорциях три капли цитрусового, три капли хвойного. Так, значит, для настроения. Ну, смесь цитрус-близ, да, я приготовила несколько смесей от Дутера, у кого Дутеровских масел нет, то вы можете просто взять на себя, для себя на вооружение эти смеси и смешать их из тех масел, что есть. Так, сейчас я немножко лампочку наклоню, чтобы не было видно состав. Так, смесь цитрус-близ, что у нас в нее входит? В нее у нас входит апельсин, лимон, гречрут, мандарин, то есть много-много цитрусовых, мергамот, танжерин, клеменцин и ваниль. И ваниль, да, то есть много-много-много цитрусовых и ваниль. На выходе получается очень вкусное эфирное масло, я его иногда даже добавляю при готовке, вот, добавляю его иногда в еду, добавляю в какие-то его фруктовые, фруктовые коктейли или в десерты, очень вкусный запах. Так, вторая смесь, эта смесь у нас называется Holiday Joy, или новогодняя смесь, в ее состав у нас входит, если я не ошибаюсь, какое-то хвойное масло пихты, либо кедр, апельсин и корица, то есть это у нас елка, это у нас такое ощущение праздника, ощущение радости, вот, и, по-моему, чуть-чуть гвоздики еще входят, у меня просто нет с собой бутылочки, она у меня в другой комнате осталась. Вот, значит, цитрусы, елка, корица, гвоздика, да, то есть ощущение праздника, ощущение Нового Года, ощущение какой-то выпечки в доме, то есть это будет создавать все хорошее, приятное, радостное настроение. Так, теперь перейдем к смесям для двоих. Вот, опять-таки, я взяла в качестве примера смеси от Dutera, но вы можете смешать эти смеси из каких-то своих масел. Первая красивейшая смесь – это виспер, мне она вообще безумно нравится. Что в нее входит? В нее входят бергамот, иланг, иланг, пачули, ижесмин, корица, ветивер, гавайский сандал и роза. Вот, то есть безумно вкусное сочетание масел, причем, иногда даже это сочетание масел очень-очень нравится мужчинам. Совершенно не обязательно, что оно именно женское, в моей практике было несколько мужчин, которым безумно нравилась эта смесь. Вот, но прежде чем вы решитесь использовать эфирные масла в спальне, обязательно дайте их протестировать своему партнеру, да, потому что не исключено, да, что то масло, которое будет вкусно пахнуть для вас, окажется, что оно для вашего партнера пахнет невкусно, и оно ему не нравится, и тогда его использовать нельзя. Вот, потому что для двоих, да, весь смысл в том, чтобы использовать такое масло или смесь, которое понравится обоим партнерам. Так, это первая у нас смесь была. Вот, и вторая смесь, это у нас Пессон. Так, в Пессон у нас входит кардамон, корица, имбирь, гвоздика, сандал, жесмин, ваниль. Вот такое вот сочетание тоже очень-очень вкусное, очень мне нравится. На самом деле смесь Пессон и смесь Виспер я иногда по настроению просто использую как готовые духи. Вот я ничем не разбавляю, я просто открываю флакончик с маслом, я беру одну капельку, наношу себе на запястье, наношу себе куда-то на лоб, на вишки, на волосы, вот, и в таком вот чистом виде хожу и благоухаю вот этими вот маслами вкусными. Так, это у нас была смесь для двоих. Так, что у нас с вами дальше? Вот, значит, теперь вы можете спросить меня, да, задать какие-то вопросы, может быть, есть какие-то ситуации, в которых вы бы хотели составить смесь для аромолампы или для диффузора. Да, что я не рассказала, что я обещала вам рассказать и не рассказала. Значит, если вы заболели простудным заболеванием, что использовать для облегчения дыхания? Значит, для облегчения дыхания мы используем все хвойные масла, к ним можно добавить мяту, к ним можно добавить эвкалипт, к ним можно добавить чайное дерево, к ним можно добавить лаванду. То есть это все те масла, которые можно использовать при наспорке, при начинающейся простуде, для профилактики простуды. Если кто-то уже в доме заболел простудным заболеванием, то лучше использовать более сильные антисептики. Это ангард, это гвоздика, это корица, это апельсин, это розмарин, это тимьян, это лимон. То есть мягкие антисептики мы используем для профилактики. Кстати, вот эти смеси, если вы смешаете все хвойные, которые у вас есть, они помогут и облегчить дыхание при астме, если кашель с астматическим компонентом. Вот это что у нас касается простуды, профилактики простуды. Значит, если какие-то вопросы появились, если какие-то сочетания эфирных масел вам интересны, если хочется вам что-то такое составить для дома, вот, пожалуйста, спрашивайте, будем думать, вот, задавайте, пишите свои вопросы в чат. Вот, по детям тоже можно спрашивать, да, то есть любые вопросы, по любым сочетаниям аромамасел, вот, вы можете сейчас мне задать. Так, значит, а сейчас я немножко расскажу о том, почему, собственно говоря, вообще все-таки ароматерапии надо учиться. Вот, я плавно сейчас подхожу к моей будущей школе ароматерапии, вот, и хотела бы сказать вообще, да, для чего мы все это делаем, вот, для чего я вообще считаю своей миссией людям рассказывать о свойствах эфирных масел и почему так сложно обучиться ароматерапии самостоятельно. Вот, ну, во-первых, смотрите, да, вот, казалось бы, казалось бы, очень много информации, очень много книг, очень много каких-то статей, форумов в интернете, очень много-много-много-много всего написано, вот, но из всего этого написанного на самом деле очень мало действительно какой-то здравой и полезной информации, То есть большинство того, той информации, что есть в интернете, к ней нужно относиться очень критически, потому что она написана не профессионалами, а журналистами. Во-вторых, книги по ароматерапии. К них очень много, там тоже часто какие-то противоречивые рецепты, и не все авторы являются экспертами в своей области, то есть тут тоже очень большая каша. Информации очень много. Но самое главное, если вы будете читать книги, если вы будете изучать самостоятельно, у вас не будет системы, у вас не будет структуры, у вас не выстроится в голове вот эта схема, что вот это масло сюда относится, вот это сюда, значит у этого такие свойства, у этого такие свойства. То есть вот этого целостности в голове у вас не будет при самостоятельном изучении. Так, потом в-третьих, профессиональные ароматерапевты никогда в открытом доступе свои рецепты, свои секреты не публикуют. Вот, например, моя методика «Аромокод». Вот у меня часто спрашивают, а что можно по «Аромокоду» почитать, что вообще есть по «Ароматестированию» и нету литературы. Вот потому что люди свои секреты не выдают, выдавать их не хотят. Вот, кстати, методика «Аромокод» у меня будет входить в вариант «Платина». Да, я еще чуть подальше расскажу, какие есть варианты обучения в школе ароматерапии онлайн. И вот ей можно научиться. Так, что еще? Ну, без наставника достаточно бывает сложно, потому что возникают какие-то вопросы. Есть одна школа ароматерапии онлайн. Я не буду говорить название, потому что как бы ругать конкурентов не очень хорошо с моей стороны. Вот, где практически никакой поддержки нет. То есть люди отправляют домашние задания как бы наставнику, и никакой обратной связи после этого не получают. В-четвертых, конечно, можно слушать записи, можно купить записи. Я тоже продаю эти записи. Вот, но чем хорошо живое обучение, что когда есть поддержка, когда есть наставник, когда есть домашние задания регулярные, вот человеку легче включиться в процесс. Если вы просто купите курс, просто купите записи, да, не исключено, что они будут где-то у вас лежать, вот, и потом вы про них просто благополучно забудете. Вот. И на самом деле, изучать ароматерапию вообще очень интересно, очень полезно. Можно на этом сэкономить массу средств. Вот, так, вопросы, я вижу вопросы, сейчас я на них отвечу. Вот, сейчас я расскажу свою мысль, чтобы не потерять. Вот, для чего вообще нужно обучаться ароматерапии? Вот, ну, во-первых, да, если вы освоите аромокосметологию, вы будете всегда достаточно хорошо, эффектно выглядеть. Вот, по крайней мере, точно моложе, чем на свои годы вы будете выглядеть. Поэтому, и при этом не обязательно делать какие-то подтяжки, посещать дорогие салоны. Вот, просто эфирные масла, они действуют на таком глубоком уровне, они так замечательно омолаживают организм, они так хорошо действуют в сочетании с какими-то простыми массажными техниками, что я просто не устаю удивляться. Вот, можно похудеть, да, на ароматерапию очень хорошо, можно поправить состояние волос, очень хорошо корректировать свое эмоциональное состояние, поднимать свой уровень энергии, да. Также, используя эфирные масла, можно очень хорошо экономить на посещении врачей, на покупке лекарств, на посещении косметологов, то есть, очень многие вещи вы можете научиться делать дома сами. Вот, также, многие мамочки с началом использования эфирных масел вообще отказываются от посещения поликлиника врачей, то есть, многие-многие вещи, они просто учатся лечить сами. Также, можно научиться самим делать духи, не пользоваться, не поливаться этой химией, а подбирать духи именно под свое настроение, те, которые подходят вам именно сейчас. Можно улучшить личную жизнь с помощью парного аромата, можно улучшить свои женские качества, вот, и комфортно чувствовать себя, в общем-то, в ритме жизни большого города. Вот, и также тем, кому интересна ароматерапия, может впоследствии стать дополнительным источником дохода. Вот, поэтому, вот это вот все, да, все вот эти вот бонусы, это дает изучение ароматерапии. Так, Таня, вопрос. Почему некоторые мои аромомасла как бы теряют аромат, когда смешиваются с водой? Является это ненатуральным, или так кажется, при использовании в лампе? На самом деле, скорее всего, это кажущееся ощущение, потому что смешивание масел с водой никоим образом не является показателем натуральности, либо ненатуральности. На самом деле, мы в домашних условиях вообще не можем определить, натуральное масло, либо ненатуральное. Для этого нужно иметь полноценную химическую лабораторию, дома это сделать никак невозможно. Потому что всякое бывает, бывают фокусы и с нашим обонянием, и в зависимости от дня цикла наше обоняние может меняться. Вот могут быть какие-то индивидуальные моменты, то есть совершенно, допустим, вы не чувствуете масло в смешивании с водой, другой человек почувствует. Может быть, это ваша эмоциональная какая-то обонятельная реакция. Вот это совершенно не говорит о натуральности, либо ненатуральности масла, то есть это не показательно. Так, вопрос от Евгении. Буду ли я в платине обучать, как проводить аромакод? Да, Евгения. То есть платина у нас будет состоять из трех основных блоков. Это здоровье, это косметология, это аромопсихология. И затем платина будет продолжаться. Платина продолжится небольшим курсом по изготовлению натуральных духов. И затем курсом по аромакоду, то есть где я буду рассказывать о том, как с помощью предпочитаемых масел можно определить, какие у человека проблемы, какие у человека потребности. И в конечном итоге индивидуально подобрать ему эфирные масла. Так, 100% эфирное масло герани могла ли вызвать бессонницу? Людмила, знаете, герань, она как-то на сон особо не влияет. Хотя герань, она влияет на давление, она влияет на эмоциональную сферу, она влияет на гормональный фон, но вот на сон она как-то особо не влияет. Так что я думаю, что скорее всего это было совпадение. Либо, ну, возможно, это была какая-то индивидуальная реакция человека, но это как бы маловероятно, то есть скорее всего это было просто совпадение. Так, на чем я остановилась? Значит, какие преимущества есть у эфирных масел по сравнению вообще с таблетками, по сравнению с традиционными медикаментами? Ну, во-первых, это широкий спектр действия, да, потому что имея дома одно маленькое масло лаванды, можно решить очень-очень много проблем. Или одно масло чайного дерева лаванды, чайное дерево – это вообще целая аптека в одном флаконе. Вот, простота и безопасность применения. То есть, когда масла хорошие, вот их можно и на кожу наносить, и в еду капать совершенно спокойно, ничего при этом не будет. Нет привыкания. Ну, экономия на лекарствах, экономия на косметике, экономия на салонных процедурах, понятно, что здесь, да, маслами мы можем заменить очень многие вещи. Нет тех побочных эффектов, которые есть у медикаментов. Масла дополняют традиционные методы лечения. Например, если вы лечите с антибиотиками, и при этом еще используете масла, то, соответственно, дозу антибиотиков можно сильно уменьшить. Психоэмоциональный эффект, то есть все масла влияют положительно на нашу психоэмоциональную сферу. Вот, также масла воздействуют целостно и на психику, и на здоровье, и на иммунитет. То есть, в любом случае, работа с маслами, она будет полезна. И также это использование небольших концентраций, то есть много масел нам не нужно. Вот, вот такие вот плюсы я вам рассказала, такие вот бонусы дает обучение ароматерапии. Вот, так что, вот, если вам хочется дальше идти и глубже знакомиться с сферными маслами, тех из вас, кому это интересно, я приглашаю на мою школу ароматерапии онлайн, которая начнется со следующей среды, вот, через неделю. Состоит она из 20 занятий через интернет, вот, так же они будут проходить, как сейчас. По времени это 1 час, то есть 19.30-20.30 будет по времени по Москве. Вот, и 3 блока, соответственно, это ароматерапия для здоровья. Первый блок – аромокосметология и аромопсихология. Вот, сейчас я про них расскажу поподробнее. Значит, первый блок – здоровье, да. Вот, здоровье, он, этот блок закладывает фундамент, на самом деле, вообще будущего понимания, да, ароматерапии. Первое, с чего я обычно начинаю, это я учу новичков отличать качественные масла от некачественных. То есть, как пахнут хорошие масла, как пахнут плохие масла, как по упаковке определить, да. Даю список фирм. Рассказываю, как хранить масла, какие сроки, какие условия. Значит, даю все способы использования эфирных масел. На самом деле, их больше 30, хотя большинство людей используют только ванну, там только лампу, массаж, всё. Остальные способы никто не знает, на самом деле, они очень интересные, их очень много. И самое главное, вот это вообще ключевое занятие, третье – это группа эфирных масел по действию на организм, по действию на психику, по действию на нашу кожу. То есть, здесь мы раскладываем все эфирные масла по своему действию. Если мы не знаем, к какой группе относится масло, считайте, что мы не знаем про него ничего. Если мы знаем, куда оно относится, то мы уже достаточно много можно про это масло сказать. То есть, здесь выстраивается некая система вообще понимания, да, ароматерапии, понимания, как это работает. Затем мы учимся составлять лечебные композиции, то есть, по какому принципу мы сочетаем масла. Пятое занятие у нас всё по простудным заболеваниям, ухо, горло, нос, повышение температуры, кашель, насморк, своя арома-аптечка – это вот пятое занятие. Шестое занятие – это женское здоровье. Седьмое занятие – это ароматерапия для малышей, для детей, для школьников. И восьмое занятие – это ароматерапия в беременности, ароматерапия в родах, вот эти вот моменты. Так, аромокосметология. Следующий блок. Так, вопрос, сколько будет стоить только курс по аромокоду? Вы знаете, я ещё пока не определила, вот сколько он будет стоить отдельно. Я думаю, что где-то в рублях он будет около 5000. Базовый вариант, если брать его отдельно. Ну, приблизительно, обычно он у меня столько стоит. Ну, возможно, там плюс-минус что-то у меня ещё скорректируется. Так, аромокосметология. Следующий блок. В этом блоке у меня шесть занятий. Здесь мы учимся ухаживать за различными типами кожи. Учимся делать косметику для индивидуального ухода. Я сейчас как бы сама косметику не делаю, вот, но когда-то я делала её достаточно активно, то есть я несколько лет не пользовалась вообще магазинными средствами. Вот сейчас у меня просто, честно говоря, на это нет времени. Но вот раньше я магазинные средства вообще не покупала, то есть я всё делала, варила косметику сама. Вот, делала сама кремы, гель, скрабы, маски, то есть, ну, как бы маски, скрабы я сама сейчас делаю, кремы я не варю, потому что не успеваю просто. Вот, про это у нас будет целое занятие. Вот, потом будет алгоритм процедур по телу занятия. Масла будет разбивком эфирных базисных масел по каждому возрасту, домашний пилинг, уход за волосами, типы волос, обёртывание маски, вот это всё. И шестое, последнее занятие будет всё по маслам, основам, всё по базам для разных типов кожи. Вот, то есть обзор и свойства. Так, Евгений, если будут пропуски, можно их будет прослушать. Смотрите, да, будет по беременности и по детям будет два занятия. То есть, это последнее занятие из цикла здоровья. То есть, одно занятие будет часовое по детям, и одно часовое занятие будет по ароматерапии при беременности. Значит, если пропуски, смотря какой вариант вы берёте. Если вариант серебро, вот, ну, по ценам сейчас я скажу, он без записи. Если вариант золота, он с записью, там будут записи, презентации. Соответственно, вариант платины, там тоже будут записи, презентации. Так, ромопсихология, то есть психоэмоциональные действия, масел, схемы, различные состояния, при которых помогают масла. Первое занятие – усталость и стрессы, что с этим делать. Третье занятие – масла для раскрытия женских качеств. Четвёртое – афродизиаки, парный аромат, мужские ароматы, женские ароматы. Вот как раз про это поговорим. Пятое занятие у нас такое будет вводное в аромопарфюмерию, то есть будем учиться делать духи. Шестое занятие – это масла для бизнеса, масла для увеличения дохода, масла для привлечения новых клиентов, денежной практики, вот эти вот все моменты. Так, вот эти у нас, собственно, основные блоки, которые будут в этом курсе. Так, что у меня случилось с презентацией, она не хочет листаться. Так вот, листается. Так, стоимость занятий. Значит, стоимость – серебро. Серебро у нас только участие в семинарах и закрытая группа в соцсетях, в которой, соответственно, будут общаться участники. Серебро стоит 2900 рублей. Вот, всего 20 занятий, напоминаю, то есть которые входят в основной блок. Золото – это участие в семинарах, это группа в соцсетях, и в этом случае вы получаете запись, записи всех занятий для скачивания на компьютер. Презентации тоже можно будет скачать, пересматривать, распечатывать. Вот, и сертификаты. В этом случае я выдаю свои авторские электронные сертификаты, то, что вы прошли у меня вот такой вот курс. Так, стоимость золота – 5900 рублей. И третий вариант – платина. Он самый выгодный и самый интересный, потому что он включает в себя целых три курса. Он включает в себя, собственно, вот эти вот основные три блока – это здоровье, косметология, психология. Вот, плюс две следующие группы, два следующих курса – это натуральная парфюмерия, 6 занятий. Вот, и 6 занятий по методике аромакод, где мы будем разбирать все масла, очень подробные психоэмоциональные действия. Вот, и после прохождения вот этого всего, я думаю, что после прохождения платина вы можете спокойно считать себя уже таким полноценным ароматерапевтом, остается только практиковать, набирать свой опыт. Вот, то есть самый выгодный – это блок платина, потому что у меня отдельно духи стоят 3,5 тысячи, отдельно стоит у меня аромакод 5 тысяч, вот, а тут все вместе у меня стоит за 9900, все вот эти вот три курса можно пройти, можно купить. Вот, соответственно, сертификат тоже входит здесь в стоимость. Вот, но платином мы где-то будем заниматься, скорее всего, до, наверное, конца января, потому что у нас будет 20 занятий, основной блок – здоровье, косметология, психология, потом еще 12 занятий – аромакод плюс духи, то есть здесь достаточно большая работа, но как бы будут все записи, поэтому то, что пропуски – это все не страшно. Так, вот, собственно говоря, страничка, страничка Ромашколы, Ромашкол ПЛП-7. Так, можно, так, сейчас я вам кину даже ссылочку в чат, потом отвечу на вопрос. Так, 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 пока у меня страничка грузится. Так, вопрос. Вот, с детям до двух лет. Что лучше в сад? Эвкалипт, лаванду или чайное дерево? Я думаю, что лучше всего вместе. Лаванда, чайное дерево, ну, эвкалипт, эвкалипт, в принципе, да, тоже можно, он тоже подходит. Вот, я бы на вашем месте сделала смесь всех вот этих трех масел. Если есть что-то хвойное, то тоже можно сюда добавить, а хвойные масла тоже уже деткам можно. Вот, но я, честно сказать, не сторонница Ромакулонов. Почему? Вот, потому что, ну, Ромакулон все-таки, он не очень эффективен, то есть лучше пользоваться другими способами, например, наносить эфирные масла на базе, на лимфоузлы, например, подчелюстные, это будет более эффективно. Либо делать капельки в нос с этими же маслами, да, на персиковом масле, для того, чтобы были защищены носовые ходы. Так, кедр, да, кедр тоже подойдет, в принципе, вы можете все эти четыре масла вместе перемешать, вот это будет хорошо и для капель в нос, и для Ромакулона. Так, вот страничку Ромашколы я кинула в чат, сейчас посмотрю, да, можно на нее нажать, прям перейти и посмотреть подробности о школе Роматерапии онлайн. Так, для капель в нос, да, по одной капле на 5 мл будет достаточно. Вот у вас ребенок собирается в сад, вы ему закапали в нос, ребенок пришел из сада, еще раз закапали в нос, вот, и через нос он не цепляет никаких бактерий. Единственное, что, соответственно, как и все курсы по Роматерапии, да, этот курс рассчитан на 21 день, то есть 21 день делаете капли, потом перерыв, где-то неделя потом вы можете повторять. Так, Цитрус Близ очень нравится, пробовал наносить как духи, но быстро выветривается. Евгения, смотрите, здесь, в чем здесь дело? Цитрус Близ, он используется как духи, полноценные, как полноценные духи использовать нельзя. Почему? Потому что и ваниль, и цитрусы, они относятся у нас в духах, да, по парфюмерной классификации к верхним нотам, и те, и те. Вот, соответственно, если мы их наносим на себя, то как уважающая себя верхняя нота, за 15-20 минут они у вас будут улетучиваться. Если вы хотите использовать как духи, вам надо дополнить Цитрус Близ средней и нижней нотой. И, соответственно, допустим, добавить в качестве средней ноты корицу, вот, в качестве нижней ноты какое-то тяжелое масло, там, например, кедр, да. Вот тогда это будет полноценная композиция, которая не будет так быстро улетучиваться. А так у вас только одна верхняя нота, естественно, она будет улетать очень-очень быстро. Так, значит, о формате проведения школы несколько слов скажу. Значит, занятия у нас будут проходить три раза в неделю, понедельник, вторник, среда, 19.30 по Москве. Так, будут прямые эфиры, так я написала от одного до двух часов, не пугайтесь, на самом деле не от одного до двух часов, гораздо меньше будут, около часа они идти. Вот, домашние задания я буду давать по каждому блоку обязательно, буду их давать, буду их проверять. Вы будете в закрытой группе выкладывать свои сделанные домашние задания. Вот, соответственно, в варианте золота и платина будут записи презентации, и в золоте и платине будут у нас сертификаты для участников. Вот это по формату проведения. Вот, но, в принципе, все, что я хотела вам сегодня сказать по сегодняшнему вебинару, вот, я уложилась прям ровно в час, как я и обещала, вот, вы можете задать мне вопросы, вы можете добавиться мне в скайп, можете написать мне на почту, вот, если какие-то вопросы по сегодняшнему семинару у вас появились. Так, что может входить в домашние задания? Значит, в домашние задания будут входить у меня какие-то вещи, например, ну, самое первое домашнее задание – провести инвентаризацию своих масел. Например, являются они терапевтическими или нет. Вот, что может входить еще? Составить какую-то композицию, да, для себя, например, там, для лица, для волос, для здоровья, или придумать максимальное число композиций с имеющимися маслами. То есть, ну, какие-то такие вот задания будут практические, вот, чтобы те люди, кто у меня совсем новички, у кого маленький опыт в использовании масел, они включали их в свою жизнь и начинали использовать как можно более активно. То есть, вот это у нас домашние задания. Так, Людмила спрашивает, какие масла нужны при облучении? При облучении вы имеете в виду облучение радиации, да? Значит, чтобы вывести вот эти все радионуклиды из организма, я рекомендую попить внутрь масла фенхеля, при условии, что если с почками из печени все в порядке, по одной капельке три раза в день попить масло фенхеля. Можно размести с медом, можно развести с водой. Вот это масло выводит все токсины, все радионуклиды. Если какое-то облучение было, то вся вот эта гадость, все вредное, оно будет выводиться. А, при облучении, господи, я думала при облучении, извините, я что-то уже совсем. Так, какие масла нужны при облучении? На самом деле, можно иметь какой-то вообще минимальный набор, там 4-5 масел, лаванда, чайное дерево, там мята, эвкалипт, что-нибудь еще. Вот, и остальные вы просто докупите по мере необходимости, по мере прохождения курса, вы будете понимать, какие масла нужны для вас, для вашей семьи, для ваших детей. То есть у вас эта палитра, она будет постепенно расширяться. Вот, начинать можно, хотя там, я не знаю, с 3-5 масел, сколько у вас есть, и, собственно, начинайте с этого количества. Вот. Так, когда планируется курс, я сейчас не могу. Ну, Людмила, вот такой вот базовый, да, большой, на самом деле, я их провожу где-то с интервалом в полтора-два года, примерно, прошлый у меня был зимой 2015-го. Вот, ну, когда будет следующий, не знаю, ну, точно не раньше, чем через год, скорее всего, то есть где-то раз в году. Так, как можно оплатить? Ну, вы можете перейти на страничку Aroma School, да, Aroma School, которую я кинула в чат, вот она у меня есть здесь. Так, Aroma School, и там нажать на тот, собственно говоря, на тот пакет, который вы выберете, нажать на оформить заказ. Вот там у меня вылезет, либо если вы выбираете банковской карточкой, там вылезут мои банковские реквизиты для оплаты карты Сбербанка. Вот, либо вы можете выбрать PayPal, если вы за границей, вот, либо если у вас есть электронные кошельки, вы можете выбрать WebMoney, WebMoney пополняется в любом терминале, в любом супермаркете, можете на WebMoney просто положить деньги. Вот, так, что еще? Если вам эти способы все неудобны, то есть если они вам не подходят, вы можете просто написать мне на почту, вот я вам дам свои реквизиты, и вы можете просто оплатить мне напрямую, вот, либо если вы за границей, подойдет Western Union или любые, любые другие переводы. Так, запись вебинара будет. Ну, вебинар пишется, да, я надеюсь, что все будет у нас хорошо, и запись я вам пришлю завтра или послезавтра. Так, серый и грустно. Какие масла можно использовать, чтобы поднять настроение? Когда серый и грустно, вы используете все яркое, да, то есть те масла, которые у вас ассоциируются с какими-то яркими, такими энергичными цветами. Это, ну, прежде всего, это цитрус, да, очень радостные у нас масла, у них очень много энергии. Апельсин тот же, амандарин, лимонграсс, то есть все такое вот яркое, радостное, вот оранжевое. А что еще? Специи, пряности обязательно. Корица, имбирь, гвоздика. Причем добавляйте их в еду, Татьяна. Вы можете просто размалывать какие-то специи, добавлять себе в чай, добавлять в кофе, заваривать чай с имбирем, заваривать чай с корицей, с гвоздикой. Вот у меня был курс когда-то по специям, где я давала рецепты вот этих вот чаев, да, со специями, пряностями. Очень хорошо поднимает энергетику. Ну и, конечно, эфирные масла в аромалампе. Вот делайте себе массажи, то есть такие вот радостные, энергичные масла, старайтесь их использовать каждый день, вот, и тогда, конечно, настроение будет у вас корректироваться. Вот. Так, если какие-то вопросы еще ко мне остались, пишите в чат. Вот, если вопросов нету, то мы тогда с вами встречаемся в следующую среду. В следующую среду у меня будет первое вводное занятие по курсу, собственно, школы ароматерапии онлайн. На него я приглашу гостей, оно будет открытое, пожалуйста, можно будет присутствовать. Единственное, что не будут записи. Вот, а все следующие занятия будут уже закрыты только для участников. То есть следующее занятие будет в режиме такого у нас открытого вебинара. Вы можете все прийти, и я пришлю ссылочки. Вот. Всем тогда у нас, если вопросов нет, всем желаю хорошего вечера. Всем желаю плодотворного завершения этой недели. Если какие-то вопросы, пишите. И, соответственно, всем до свидания. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok